О боже! О боже! Привет всем выжившим! И сегодня играем Акзонио. В целом игрушка довольно необычная, довольно хардкорная, со своей атмосферой и скорее с заточкой под физику и довольно реалистичную анимацию тел. Хотя бой скорее напоминает бой двух каких-то алкашей, но в целом игра однозначно имеет свой потенциал и свою довольно необычную атмосферу, которую вы возможно увидите, а возможно нет. Ну и стоит конечно отметить довольно приятную прорисовку самих персонажей, тел, брони, оружия. Все это выглядит довольно неплохо, плюс мы можем взаимодействовать со всем этим. У каждого оружия или брони есть свои характеристики и в этом конечно же интересно ковыряться. Ну плюс сама боевка довольно необычная, учитывая, что тут есть навыки, которые также меняют немного нашу механику боя. Стой! Ну подожди, подожди. Давай попробуем, да что же ты будешь делать? Это обычная практика, причем для новичка, поэтому да, все очень плохо. Это учитывая, что я перед записей играл. И в целом управление, да, тут очень-очень сложное, но у нас получилось. Что же, давайте посмотрим на кампанию, что тут можно делать, как тут можно кастомизировать персонажа и что у нас вообще по навыкам. Как я и говорил, играем экзонима, давайте посмотрим кампанию, что она вообще из себя представляет. Про разработчики вообще с момента раннего доступа много чего сделали, но конечно же в целом тут еще работать и работать. Но игра уже сейчас довольно приятно играется. Конечно нет русского языка, но в остальном, если у вас есть какие-то знания английского, я думаю игра будет для вас не столь сложна. Так, ну давай наверное выберем вот эту вот причесочку. Тут есть мужской и женский персонаж, но если выбрать женского, то он сразу появляется с открытой грудью. Если честно, мне сейчас с цензурой особо работать неохота, поэтому давайте вы мне поверите на слово. Вот. Если честно, я даже не ожидал, что она там появится с полной обнаженкой. Ну, не полной, но вы поняли. Так что да. Так. Вроде бы неплохой голос. У нас есть бородка, у нас есть прическа, и в целом он вроде бы немножко похож на нас. Лиц, к сожалению, тут нельзя как-то выбрать. Но в целом, скажу от себя, что поработали над персонажем они неплохо. Сама прическа, внешность сделана довольно неплохо. Так, ну что ж. Вот наша броня. Естественно, тут можно как-то поиграться со цветом. Но в целом, по характеристикам, она пока что так себе. И, в общем-то, наши навыки. Тут есть, конечно, некоторые, скажем так, ветки умений, которые они еще не доработали. Концентрация, медитация. И вот это вот, я без понятия, что. Шелтс. Тоже, видите, не все они добавили. Или, возможно, добавится у нас, точнее, появится в момент прохождения кампании самой. Так. Ну, давай, возможно, на этот раз возьмем что-то более интересное. Пожалуй, у нас будет... Давай вот это вот. Не думаю, что нам, конечно, она пригодится. Но... Собственно говоря, вот наш персонаж. Тут есть всякое импровизированное оружие и объекты, с которыми мы можем взаимодействовать, как-то их двигать. Что, в принципе, неплохо, потому что мы можем загораживать, скажем, двери, чтобы туда не проникли противники. Либо пытаться сделать какие-то препятствия, через которые противники будут запинаться и лететь уже на нас. А мы их будем как-то спокойно добивать и... В общем, можно планировать как-то свой дальнейший бой. Так, а что у нас тут? К сожалению, дверь закрыта. Так, идем аккуратно. Не натыкаемся ни на какие объекты. Но давай я покажу, наверное, физику. То есть, вот, как видишь, бежим через ящики и тут бац! Но нет, он тут оступился. Покажи нам, как ты падаешь. Нет, не хочет. Но я уверен, что... Ой-ой-ой, нет. У него топор. Лучше не стоит. Так, какая-то лестница. Погоди, или... Нет, 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 туда мы не пойдем. Так. О, боже мой! Ну вот, про что я и говорил. Давай-ка еще раз посмотрим. Блин, мне даже интересно, а он сможет влететь вот в этот контейнер, если мы оступимся через эту балку? Давай попробуем. Такой Angry Birds. Оп-оп-оп! Нет! Давай-давай! Я в тебя верю! Давай, прячься! Он такой смотрит, что за... Что он делает? Да, тут не все монстры тебя атакуют. А некоторым на тебя будет наплевать. Так что... Да. Ладно. Вот мы выбрались из этого контейнера. Это, можно сказать, был наш первый противник, которого мы одолели. Так что я уверен, что... Дальше будет проще. Так, смотри. Топорик. Давай-ка его возьмем. И... Молоток. Это щит или какая-то тарелка? Больше похоже на тарелку. Скорее всего, так и есть. Так что... Я думаю, молотка нам сейчас хватит. Так. Да и, если честно... Топор хороший, но он немножко застревает в теле. И дальше с ним, можно сказать, тяжелее. Так, а тут у нас что? О, смотри, смотри, смотри. Кажется, это компас. Да, это компас. Видишь, у нас тут слева появился. И, кстати, извиняюсь, что у меня камера теперь справа, потому что... Иначе бы мы не увидели их компас. Ну и вообще, пишите в комментариях, что вам привычнее, где находится камера. Когда она сверху-слева, сверху-снизу-слева, или, может быть, справа. Так, ну что ж. Погоди. Ну, тут вроде бы ничего, но... О, боже. Нет, нет, нет. Но, судя по всему, это агрессивный какой-то зомбяк. У которого все, что есть, это вот эти вот три сортира. Так что я не думаю, что он нам будет интересен. А в отличие от этой вот шикарной булавы, которая тут валяется. Давай, наверное, ее заберем. Че ж она тут лежит. Так, привет. Кажется, те, кто покрыт всякими венами, они агрессивны. А те, кто... Бледный как труп, они то ли слепые уже, то ли просто уже, можно сказать, отжили свое. Вот. И на главного персонажа им, можно сказать, наплевать. Они просто ходят тут, расслабляются, смотрят на свои владения, так скажем. И наслаждаются моментом. Всем бы так ходить. Так, постой. А это еще что? Довольно интересная булава. Давай-ка ее, может быть, возьмем и, наверное, сравним с той, которая у нас. Смотри, то есть импакт на 3, у этого импакт почти на 4. А еще он, в принципе, имеет дополнительный шанс того, что он сможет оглушить противника. Так что, да, он получше будет. Так, аккуратно. Так, и что у нас здесь? Подожди, а это дверь? Да, мы тут были. Мы здесь были. Мы, получается, вошли в эту дверь слева. Так. Привет. Опа, перчатки. Наша первая экипировка. Ну, смотрите сами, конечно, но, на мой взгляд, поработали над прорисовкой персонажа и брони, они неплохо. Плюс у всей брони есть свои характеристики, что довольно неплохо. То есть, тут зональная система повреждений. Вы можете ударить в голову, и это будет считаться критом. Вы можете ударить, я не знаю, в руки, в ноги. При этом, противник может как-то оступиться, упасть, и вы можете продолжить его бить. Так. Смотри, какой ножичек. Вау. 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 Длинный ножик. Хотя, по идее, это... Это же классический мачете. Или нет? Всегда не понимал, как произносить. Мачете, мачета. Господи. Все очень плохо. Погоди. Ручная пила. Баланс 3. Баланс 3. Урон на 2. Урон, ну, не совсем на 2. И импакт... Ну, импакт у него повыше будет. Но, все-таки, ножик, я думаю, покруче будет. Хотя, вот, чтобы резануть, как следует, тут надо соблюсти просто кучу, кучу, кучу всего. Надо, вот, быть на должной дистанции, ударить именно кончиком. и прямо так, чтобы противник потом, можно сказать, пожалел о том, что подошел к вам. И все, вот это вот соблести довольно сложно. Гораздо проще с дубинкой как-то рандомно махнуть и при этом вдарить случайно там куда-то по голове или по телу. И там, конечно, урона куда больше будет. Так, ну, пока вроде бы все тихо. Игра, конечно, почти что неизвестна и, боже мой, интересно, он открой дверь? Или он слишком глупый? Слушай, мне кажется, что он бьет через дверь. То есть, я не имею в виду, что он бьет нас через дверь, он просто пытается бить дверь. Может быть, нам попытаться его как-то обойти? привет. Неожиданное появление. Давай, может быть, встанем так, чтобы ему было неудобно бить. То есть, мы, 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 подожди. Вот, 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 смотри, он сейчас будет к нам подходить. Такой бьет, бьет, бьет. Пытается зайти, и тут мы его, опа! Опа! По руке. Опа, еще раз. Опа! Отлично, отлично. Отстой ты. Какой ты мерзовец. Сой палкой меня ударил. Ах, ты еще раз это сделал. Так, 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 давай толкаем его, толкаем. Он не может бить, он не может бить. У него сейчас, видишь, рука в каком положении? А, мы ему руку сломали. Серьезно? Да не может быть. А может быть, она просто из-за физики местной у него зашла, за тело, и он теперь стал инвалидом. Ну ладно, давай окончим его страдания. Тише, 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 еще раз. Так, а, нет! Он, он теперь не инвалид. Он нормальный. Стой, стой, стой. Аккуратно. Отлично. Фу, господи. Ну ладно. Тут причем есть разные типы урона по тебе. Есть те, которые накидывают красную полоску, и это чаще всего режущий урон. От такого восстановиться куда сложнее, чем от обычного дробящего. Так, ну я не знаю, конечно. Вроде бы у нас тоже неплохие ботинки, поэтому давай, наверное, останемся со своими. так, пока что мы не встречали никаких контейнеров, поэтому, да. Постой, постой, постой. Ну, просто посмотри, как наш персонаж выглядит. Боже мой, ну вот, что за красавец. Серьезно. Причем, сделано действительно неплохо. Довольно детально сама броня, и как она прорисована, как она выглядит на персонажа. Ну, конечно, да, волосы сейчас под броню текстурами залезают, но, господи, это мелочи. Все равно мы оденем шлем, шляпу, и все у нас будет красивенько. Так. А что у нас здесь? О, контейнер. А здесь у нас получается джекет. Джекет, джекет. И у нас тут теперь выбор. Либо мы оденем этот самый джекет, либо свой модный модный жилет. Так, ботл. Ну, давай, может быть, возьмем эти бутылки. Я не думаю, что они просто тут так тут валяются. Может быть, они имеют какую-то ценность. Возможно, это эликсиры. Я их никогда не пробовал даже. Так, ну, смотри. он, в принципе, не полностью защищает, в отличие от вот этой вот куртки. И, в принципе, от импакта вот этот защищает гораздо лучше. Поэтому, давай ее, наверное, экипируем, но при этом мы возьмем, наверное, вот эту вот жилетку. Ну, зачем добро пропадать? Может быть, тут будут какие-то компаньоны, которых мы в дальнейшем можем одевать. Хотя, это уже мне какая-то фантазия странно играет. Так, а что, дверь никак? А, нет. Не знаю, почему она не открывалась у нас. И, не знаю, как вам, лично мне прям чувствуется вот эта вот атмосфера подземелья. Может быть, играет тот момент, что ты... Тебе сложно управлять своим персонажем, и ты ходишь по этому темному подземелью, пытаешься понять, где ты, черт подери, находишься. Но, в любом случае, какая-то какая-то атмосфера здесь однозначная присутствует. Ну что ж, на этом моменте давайте будем заканчивать, чтобы не затягивать это видео. В целом, игра на момент записи находится еще в раннем доступе, так что, в любом случае, ваша покупка или заинтересованность этой игрой поможет разработчикам в дальнейшем заниматься и добавлять что-то новое. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, и да, вообще тут есть компания, есть арена, и арена, на самом деле, сделана даже, возможно, лучше, чем компания. Но, в любом случае, пишите, что вы думаете об этой игре, и пока-пока, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok